В Самаре зафиксирована вспышка кишечной инфекции у детей. Только за неделю в больницу Калинина поступило 4 маленьких пациента со сложнениями. На массовое отравление не похоже. Всех пострадавших объединяют только симптомы. Тошнота, боли и высокая температура. Врачи в недоумении. Одна из версий – самая банальная. Немытые фрукты и овощи. В причинах пытался разобраться Руслан Ишуков. Ольга Воронова не отходит от ребёнка ни на минуту. Пятилетний Святослав попал в больницу две недели назад. Диагноз – острая почечная недостаточность, вызванная кишечной инфекцией. Что вызывает подозрения? Это, возможно, мы ели черешню. Ну, буквально вот несколько ягод. А вы не мыли ягод? Как же не мыли? Я просто думаю, что это сгусток ядов на ребёнку попал. За последние две недели случаи кишечной инфекции у детей участили. Симптомы у всех схожие. Постоянные боли в животе, высокая температура и головокружение. Врачи объясняют, причин может быть сразу несколько. И предупреждают. Главное – не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к медикам. Сейчас лето, жара, рост кишечных инфекций. Элементарные требования к родителям. Моем руки, обязательно перед едой не забывай. Моем фрукты, ягоды, прежде чем накормить ребёнка. Купаться не рекомендуется. Такие таблички появились совсем недавно на всех пляжах Самары. Сотрудники Роспотребнадзора еженедельно проверяют водоёмы и отмечают, что вода во многих из них не соответствует санитарным нормам. Но для многих горожан это предупреждение не указ. Так же, как и предупреждение о том, что на обочинах дорог покупать овощи и фрукты нежелательно. Сейчас в больнице Калининой из-за кишечной инфекции находится четверо детей с острой почечной недостаточностью. Продолжительность лечения с таким диагнозом месяц и огромный риск остаться инвалидом. Руслан Ишуков, Александр Дмитриев, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова